Это новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса все об основных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Инна Щедрова, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Сталкивается и автомобилист, и пешеход. Какое место Владивосток занимает в рейтинге качества дорог по России? Что о дорогах во Владивостоке говорят приезжие и сами жители города, расскажу я, Валерия Белоус. Медаль за тяжелое детство. Во Владивостоке награждают детей войны. Как чествуют детей войны, расскажу я, Ирина Макрецова. Кто-кто во Владивостоке живет. В городе подвели итоги рейда по иммигрантам. Аммиграционная служба. Документы приготовим? А еще расскажем, закончилась ли эпопея с мертвой кошкой в ветклинике. И в какую из олимпийских игр сыграли сегодня приморцы с ограниченными возможностями. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Количество участвующих в голодовке приморских горняков возросло до 100 человек. К рабочим лучегорского угольного разреза, выступающим против снижения зарплат и сокращений, присоединились еще 30 человек. На сегодняшний день на 10.00 было официально зарегистрировано ровно 100 человек, принявших участие в голодовке, сообщила представитель профсоюза лучегорского угольного разреза Светлана Пороскун. Напомню, что забастовка длится уже вторые сутки. Параллельно все это время на предприятии работает контактная группа по примирению. В нее входят горняки, представители совета директоров компании и сотрудники дальневосточной генерирующей компании. Инициатором ее создания был работодатель, однако результатов переговоров пока нет. Ранее сообщалось, что горняки из Лучегорска начали забастовку 11 октября после ночной смены. По данным Федерации профсоюзов Приморского края, за год зарплату горняков на предприятие урезали в два раза – с 50 до 25 тысяч рублей. А помимо этого около 400 сотрудников уволили. А во Владивостоке продолжается масштабный ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон практически во всех районах города. Особое внимание уделяется подъездам к медицинским и образовательным учреждениям. Так, в этом году только по программе «Здоровый город» отремонтированы примыкающие дороги к Приморской детской краевой клинической туберкулезной больнице по улице 2-21, к детской поликлинике номер 6 по улице Сахалинской, 58 и к Владивостокской поликлинике номер 6 по улице Борисенко, 31. Завершен ремонт и улицы Свердлова, где по поручению главы Владивостока отремонтировали дорогу к детскому саду «Ласточка». В целом работы по благоустройству городских улиц продолжаются и будут завершены к концу октября. Так что автомобилистов снова просят отнестись с пониманием к подобным необходимостям. В любом случае о качестве дорог в нашем городе волей-неволей задумываются и владельцы автомобилей, и пешеходы. А вот как обстоят дорожные дела в других регионах страны и как решают подобные проблемы там, а еще из-за чего ремонт может затянуться, в этих вопросах разбиралась моя коллега Валерия Белоус. Художник Люк Лефевер на встречу с нами приехал на мотоцикле. На нем же он добрался и до Владивостока. На спидометре больше 10 тысяч километров, в памяти сотни российских городов и дорог. Нет, ну в Москве дороги, конечно же, лучше, чем во Владивостоке, это правда. Но если брать всю Россию, то в некоторых городах дороги как таковой нет вовсе, особенно в небольших городах. За Читой, например, и за городом Могоча дороги практически нет. Если не говорить о федеральной трассе, то там, в городах, дороги самые плохие в России. Но вас тоже можно понять, зима и прочие погодные условия очень портят асфальт. А вообще по хорошей дороге ехать скучно, а можно уснуть. Француз путешествует по России уже в пятый раз. Его выводы о качестве дорог вполне обоснованы. Впрочем, местные жители, даже не покидая пределы города, уверены, что ямы Владивостока самые глубокие. Я считаю, что дороги нужно чинить просто. Их просто нет. Ну что это за дороги по полметра, машины, колеса квадратные потом. Некоторые места нормальные. Иногда после дождя яма появится. Тогда плохо. После ремонта нормально будет. Центральные дороги хорошего качества, более или менее. А вот межквартальные, ну очень грустно после наших дождей. Разбитый асфальт есть практически в каждом районе города. Так, например, выглядит участок на Народном проспекте в сторону Кольца Третьей Рабочей. Это ямы на Второй речке и Светланская. Центральную дорогу Владивостока тоже нельзя назвать идеальной. А так выглядят участки, где ямы закатывают. Таких тоже немало. По официальной информации администрации Владивостока, сейчас ремонтные работы идут по следующим адресам. По Партизанскому проспекту, Корабельной набережной, Светланскому переулку, Свердлова, Лермонтово, Шкотовска, Вязово, Никифорова, Пасецкое, Котельниково и другим улицам. Список неполный. Кстати, в этом году впервые практически все бригады работают исключительно ночью. Днем ремонтируют за редким исключением. Планы ремонта при формировании мы, прежде всего, исходим из всех финансовых ресурсов, которые у нас заложены в бюджете на год. Вот сейчас, допустим, мы только-только-только нам сформировали бюджет на 2017 год. Ежегодно на ремонт городских дорог из бюджета уходит порядка 450 миллионов рублей. К слову, Хабаровску новые дороги обходятся дороже – в 600 миллионов, хотя сам город в рейтинге по качеству дорожного полотна находится на сотом месте из 117. Такой список составила инспекция Общероссийского народного фронта в апреле этого года. Столица Приморья тоже попала в турнирную таблицу. Нам отвели 66-е место. Если говорить на языке следователей, у Владивостока повреждение средней тяжести. В черном списке оказались Махачкала, Читай, Якутск, Ульяновск и Петропавловск-Камчатский. В таких городах, как отметили эксперты, подрядчики не следят за состоянием дорожного покрытия и гарантийные обязательства не выполняются. Напомним, дорожную инспекцию активисты ОНФ проводили с июля по декабрь в 2015 году. Целью мониторинга было проверить, как исполняются майские указы и поручения президента. Мы проверяли улицу Кирова, Русскую, даже Партизанский проспект. И вот, наконец-то, дошло до власти городской, что надо ремонт делать комплексно. И, конечно, главный вопрос – это не ремонтировать часто, а делать качественно. Тем временем Владимир Путин потребовал привести в нормальное состояние половину дорог в крупных региональных агломерациях к 2018 году, а к 2025 – 85%. 10 самых проблемных городов из федерального бюджета получат по 500 миллионов рублей. А в дорожные фонды 25 регионов пойдут деньги, собранные за счет повышения акцизов на топливо. Но за этими средствами, по словам президента, необходим строгий контроль. Это хорошо, что контроль, так что мы по дороге деньги там не потерялись нигде. Из одного венуста в другой там будут гулять, чтобы нигде там ничего не оседало. Чтобы не получилось так, что забрали рубль, а в регион отдали пол денег. Окажется ли Владивосток в списке Путина по ремонту дорог за федеральные деньги, пока неизвестно. Впрочем, как обещают в мэрии, работы на особо значимых артериях начнутся уже в ближайшее время. На очереди восстановительный ремонт на Некрасовском путепроводе и на мосту через вторую речку. Валерия Белоус, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Семейный раздор из-за разных взглядов на питание детей привел к тому, что житель Владивостока решил обратиться в прокуратуру с жалобой на свою жену-вегетарианку. Как заявил и мужчина, его супруга негативно влияет на физическое развитие детей. По данной жалобе даже было возбуждено дело об административном правонарушении. Однако вскоре его закрыли в связи с отсутствием состава преступления, сообщает РИА Примамедия. 3 октября из прокуратуры в полицию поступило сообщение от жителя Владивостока, который утверждал, что его жена негативно влияет на детей, так как не кормит их мясом, считая, что они не должны быть вегетарианцами. По этой жалобе было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних. Обязанности по содержанию воспитания несовершеннолетних сообщили в пресс-службе городской полиции. После жалобы семью навестили сотрудники органов опеки и обнаружили там весьма упитанных детей и полный холодильник продуктов. Уже 5 октября в возбуждении дела было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Теме питания сегодня мы решили посвятить и наше традиционное зрительское голосование. Кто мясо ест, а кто нет и почему? На этой почве скандалы в семьях разгораются буквально тут и там. Тем более в наши дни, когда к убеждениям религиозным добавились и теории диетологические. Именно поэтому сегодня мы решили спросить наших телезрителей, а вы едите мясо? Если этот продукт в вашем рационе присутствует, отказываться от него вы не видите никаких причин, для вас номер 249-88-06. Если же вы придерживаетесь противоположной точки зрения и мясо в пищу не употребляете, звоните 249-88-07. Итоги опроса подведем в конце выпуска, а пока к другим темам. Простой знак внимания или реальная помощь. Почти 4000 памятных медалей во Владивостоке вручили людям, рожденным в годы войны. На награде изображены двое детей. Девочка собирает колосья, мальчик работает за станком. Это символизирует тяжелое военное и послевоенное детство. А что означает сама медаль для человека, который видел войну? И предполагает ли она какие-то льготы? Расскажет Ирина Мокрецова. От лица Организации Дети войны вручить памятную медаль. У Галины Изотовны сегодня маленький праздник. Ей приятно получить медаль из рук властей. Пенсионерка – ребенок войны. Родилась в 1941 году. Когда ей было два месяца, отца забрали на фронт. Домой он уже не вернулся. Мать одна воспитывала шестерых детей. А Галина Изотовна была из них самой младшей. Это не медаль, это орден, который я всю жизнь прошла через муки ада. Она для меня бесценна сейчас. Никакие деньги не заменят ее. Памятные медали детям войны – это федеральный проект одной из политических партий. Награда положена тем, кто родился в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года. Во Владивосток медали прислали из Москвы и вручать их начали с 27 сентября. Но почему-то приглашение на это событие выдавали только на Чуркине, а на весь город афишировать не стали. Понадеялись на сарафанное радио. Мы узнали нечаянно. В соседнем доме женщина живет, пришла специально ко мне и сказала, что есть такая акция. И мы с соседкой, я пошла к соседке и сказала, мы приехали. Всего наград около 6 тысяч. На сегодняшний день вручили уже больше половины. А четких сроков, когда закончится выдача, нет. Пока медали есть, их будут раздавать. По принципу «кто успел». Те, кто не успел, у нас продолжится эта акция в следующем году весной. Для того, чтобы получить медаль, нужно прийти в организацию «Дети войны» и принести с собой паспорт. Причем за пенсионера это могут сделать его близкие. Вот только приятностью от получения награды дело и ограничится. Она не имеет никакой фактической ценности и никак не может облегчить жизнь пенсионера. Нет, медаль «Привилегии» не выдает. Это просто памятная медаль «Детям войны». Однако медаль, как говорится, на хлеб не намажешь. К слову, только в Приморье сейчас проживает около 30 тысяч детей войны. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. В Приморье подвели итоги сезонного рейда по незаконным иммигрантам. Цифры, как всегда, оказались впечатляющими. Да и в большинстве нелегалов снова граждане ближнего зарубежья, которые, приехав однажды во Владивосток на заработки, не позаботились о законности своего пребывания. Что грозит тем, кого врасплох застали сотрудники правоохранительных органов, расскажет Алина Черненко. Операции по выявлению нелегальных мигрантов сотрудники правоохранительных органов проводят регулярно. Такие рейды показывают – тысячи иностранцев прибывают на территории Российской Федерации незаконно. Во Владивостоке за несколько недель тотальных проверок полицейские обследовали все потенциальные места, где могут скрываться мигранты из ближнего зарубежья. Профилактические рейды проводятся с целью контроля над соблюдением миграционного законодательства, выявления иностранных граждан, нарушающих правила пребывания или проживания на территории Российской Федерации и принятия к таким гражданам мер административного воздействия. Всем известно, что нелегалы приезжают в Приморье исключительно на заработки, а когда временная регистрация заканчивается, возвращаться обратно не спешат. Поэтому приходится прятаться у знакомых. Так, в одной квартире может проживать сразу несколько семей. Здравствуйте, полиция, миграционная служба. Документы приготовим? В итоге полицейские совместно с миграционной службой проверили более 600 иностранных граждан. Из них 228 человек показать документы и регистрацию не смогли. Правонарушители доставлены в районные отделы полиции, где прошли процедуру фотографирования, дактилоскопирования и проверки по оперативным учетам. На иностранных граждан, допустивших грубые нарушения миграционного законодательства, такие как повторное административное правонарушение или уклонение от выезда за пределы Российской Федерации по истечению срока пребывания, подготовлены материалы на выдворение. Так только в результате одной проверки более 100 иностранцев отправили в суд для дальнейших разбирательств, а также получили штраф на общую сумму в миллион рублей. А 58 нелегалов отправились на родину. Некоторых провожать пришлось принудительно. Алина Чернянко, Василий Косилов, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Расскажем, закончилась ли эпопея с мертвой кошкой в ветклинике. И в какую из олимпийских игр сыграли сегодня приморцы с ограниченными возможностями. А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вы едите мясо? Вакуумный упаковщик «Гочу» Это регулируемые держатели пакета и мощный насос. Вакуумный упаковщик «Гочу» Это функции бережной упаковки и автоматически открывающиеся замки. Вакуумный упаковщик «Гочу» Это усиленная система спайки и сохранения свежести ваших продуктов. «Джелкс» – бренд, подаривший миру дышащую обувь. Торговый центр «Авангард». Немецкий ресторан «Паулайнер» приглашает всех жителей и гостей Владивостока на единственный концерт Евгения Маргулиса. Лучшие песни и самые позитивные эмоции. Не хватает на исполнение мечты? Нужны деньги. Выход есть всегда. Потребительские займы и личные сбережения с выгодными процентами. Кредитный потребительский кооператив «Тихоокеанский сберегательный». Хватит на все. И даже немного больше. Доллар 30, доллар 80, доллар 60. Стоп! Учим не наблюдать, а зарабатывать на этом. Успей записаться на обучение по телефону 279-58-58 до 31 октября и получи его бесплатно. Компания медицинского туризма «Бенефит» совместно с Национальной организацией туризма Кореи предлагает тур на диагностику и лечение в лучшие медицинские центры Южной Кореи. Скидки на лечение от 10 до 30%. Телефон 2-333-222. Коллекция «Новая осень» во всех магазинах «Большая мода». Теперь для вас большой выбор стильной верхней одежды до 78-го размера. «Большая мода». Океанский проспект 98А и торговый центр на Луговой. Фракционное лазерное омоложение на новейшем СО2-лазере. Устраняет морщины, подтягивает кожу, улучшает ее структуру и цвет. Центр лазерной косметологии «ТИС». Решили сэкономить на такси? Надо было звонить в «Сатурн». Любая поездка до 9 минут – всего 100 рублей. Такси «Сатурн». Слышите? Это в «Мебельград» все бегут за диванами. На них скидки до 30%. Мебельград.рф Покупка автомобиля с автоаукциона в Японии на выгодных условиях. Компания «Восток Трансимпорт». Десятилетний опыт привоза беспробежных иномарок. Проведение сделки от начала и до конца. 100% юридическая гарантия. «Восток Трансимпорт». Только лучшие машины. Звоните 290-69-65. По многочисленным просьбам телезрителей, 8-й канал объявляет о старте кулинарного поединка «Готовим у моря». Мы приглашаем активные семьи и дружеские команды. Пришлите заявку до 13 октября на адрес 8-дефис-конкурс-собакамейл.ру. Не забудьте прикрепить фото и небольшой рассказ о себе. Конкурс состоится 16 октября на территории комплекса отдыха «Маяк». Партнер акции – компания Кореал. Откройте для себя подлинное корейское качество. Кореал. Настоящая Корея. Владивосток. Торговый центр «Искра». Торговый центр «Серп и молот». Уссурийск. Торговый центр «Белая гора». Находка МФК. Находка Мега. По многочисленным просьбам зрителей. Народные артисты России. Нина Усатова, Александр Панкратов-Черный, Игорь Скляр и другие заслуженные артисты России в спектакле полном ярких красок и веселья «Любовь, не картошка». 14 октября. Феско-холл. Сегодня с вами я, Инна Щедрова, и мы продолжаем. Далее в выпуске. Расскажем, закончилась ли эпопея с мёртвой кошкой в ветклинике. И в какую из Олимпийских игр сыграли сегодня приморцы с ограниченными возможностями. А также подведём итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вы едите мясо? Международный семинар по транспортному планированию в крупных городах открылся во Владивостоке. Он проходит в рамках мероприятий общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья. Так называемые эстафеты «Оптосос». В работе семинара принял участие исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Лобода. Наш город сравнительно молодой, динамично раздувающийся, состоит в крайне сложной транспортной системе. И поэтому вопросы по простой мобильности населения для нас являются крайне актуальными. Но ещё больше мы хотим, чтобы население нашего города было здоровым, а окружающая среда была защищена от вредных факторов. Я надеюсь, что на многие вопросы мы получим ответы в ходе этого семинара. А всем участникам семинара желаю плодотворной и конструктивной работы. Программа разработана по инициативе министров транспорта, охраны окружающей среды и здравоохранения ряда государств и реализуется под эгидой Европейской экономической комиссии ООН и Всемирной организации здравоохранения. Эта эстафета стартовала ещё в 2009 году в Амстердаме. И продолжилась мероприятиями в Скопье, Батуми, Киеве, Москве, Париже, Алма-Ате, Иркутске, Петрозаводске и Вене. И вот в эти дни экспертов и специалистов транспортной отрасли принимает Владивосток. Отведение Министерства транспорта Российской Федерации приветствует участие и гостей международного семинара по городу Владивосток, столице Российского оборудования. Последний год не созрелось на многие договоры, что невозможно создать устойчивую городскую транспортную систему, если предостроительные коллективы не будут учить возможности в качестве нового университета сброса населения, и гораздо какие-то новые детали возникнуть. Площадкой семинара стал кампус ДВФУ, в одном из залов которого собрались десятки российских и зарубежных участников. Главной темой выступлений и обсуждений конференции станет вопрос воздействия транспортной и градостроительной политики на окружающую среду и здоровье населения. Кроме того, во время конференции прошла символическая передача эстафетной палочки от Вены к Владивостоку. Константину Лободею ее вручил представитель Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства, охраны окружающей среды и управления водными ресурсами Австрии Роберт Тайлер. Планируется, что следующим населенным пунктом, куда отправится эстафета, станет один из городов Германии. Это пройдет уже в 2017 году. А я напоминаю, что сегодня в эфире снова работает онлайн-голосование. Тема выпуска – питание, которое периодически становится яблоком раздора в семьях. Мы спросили наших телезрителей – а вы едите мясо? Таким образом, те, в чьем рационе этот продукт присутствует, набирают 249-88-06. А те, кто придерживается противоположной точки зрения и мяса в пищу не употребляет, звонит по номеру 249-88-07. Итоги опроса подведем в конце выпуска, а пока – к другим темам. Отопительный сезон во Владивостоке начнется в конце октября. Ориентировочно тепло в учреждениях культуры, образования и здравоохранения появится уже 26 октября. В многоквартирных домах батареи должны потеплеть до 30 числа. Традиционно отопительный сезон в Владивостоке начинается с 26 по 30 октября. Сначала подключаются к теплошколе, детские сады, учреждениям здравоохранения, социальной сферы и культуры. А затем многоквартирные дома. Однако, если будет очень холодно, то, возможно, сроки сдвинутся, заявили в пресс-службе администрации Владивостока. Между тем, синоптики пообещали, что в конце недели в крае значительно потеплеет. Столбик термометра может превысить отметку в плюс 20 градусов. На сегодняшний день отопительный сезон стартовал в семи муниципалитетах Приморского края. Еще в 15-ти планируется начать подачу тепла с 15 октября. В находке тепло в социально значимых объектах дадут 14 октября. Населению уже надо будет ждать конца месяца. И к другим темам. Обратился в ветклинику за неоказанную срочную помощь, бросил мертвым любимцем во врача. Результат похода – кошка мертва, у рентгенолога сломан нос и сотрясение. А у клиента в ветклинике штраф. Эту историю активно обсуждают с тех пор, как в интернете появилось видео с камер наблюдения учреждения. Сам же инцидент произошел еще в середине лета. Отчего разбирательства продолжаются так долго, разбиралась Дарья Панченко. Сегодня в городской ветеринарной клинике обычный рабочий день. Кабинеты заняты пушистыми пациентами, а Юрий Пахоменко спешит на выезд. Сейчас рентгенолог уже не вспоминает о визитах к врачам и свой больничный. Теперь в его графике регулярное посещение отделения полиции. А все потому, что он, как говорится, оказался не в то время и не в том месте. Эта видеозапись с камер наружного наблюдения ветеринарной клиники уже успела взбудоражить общественность. Нетрезвый владелец кошки не совладал с эмоциями и набросился на врача, который вышел в коридор. По словам сотрудников лечебницы, с таким поведением они столкнулись впервые. В результате драки врач получил легкое сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа. На место случившегося прибыли сотрудники полиции. Только задержать бунтаря на месте не удалось. Он успел ретироваться, оставив мертвое животное в стенах клиники. Однако уйти от правосудия все-таки не удалось. Молодого человека задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас по факту случившегося ведется разбирательство и дело передано в районный суд. В связи с тем, что преступления, предусмотренные статьями 115 и 116 уголовного кода Советской Федерации, это мышленное причинение легкой для здоровья и побои, относится к делам частного виния. Материалы следственной проверки в настоящее время переданы на рассмотрение Советский суд. Пока хулиган отделался лишь административным наказанием. Процесс длится уже более двух месяцев, потому что необходимо сделать повторную экспертизу, чтобы определить ущерб здоровью, который получил врач. В августе только экспертиза была готова и то, как готова. Они отправили запросы, запросы не пришли, они написали, что запросов нет. Вся степень тяжести нужно только определять по медицинским этим. То есть нужно самому сейчас бегать, искать и делать все эти доказательства. Финальная точка в этом деле еще не поставлена, но уже сейчас можно сделать вывод, что данную ситуацию можно было решить мирным путем. И тогда последствия не были бы такими серьезными. Олег Завьялов, Дарья Панченко, Андрей Макаров, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. И к новостям спорта. Адмирал начал новую выездную серию с победы над «Нефтехимиком» 3-1. Среди моряков отличились Дмитрий Лугин, Роберт Саболич и Владимир Ткачев. Авторы единственной шайбы противника – Игорь Полыгалов. Благодаря этой победе, ставшей уже четвертой подряд, команде удалось добавить в копилку еще три очка. Теперь в общей сложности с 27 очками сине-белые поднялись на шестую строчку турнирной таблицы конференции «Восток». «Вы знаете турнирное положение в нашей конференции. Очень много команд находятся рядом. Разрыв в очках небольшой. Считаю, что сегодня мы одержали очень важную для нас победу. На полшага мы вырвались вперед. Большое спасибо ребятам за третий период, когда играли по счету и не дали шансов «Нефтехимику» даже сократить разрыв», сказал главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» Александр Андреевский. После Нижнекамска моряки отправятся в Казань, где 13 октября сыграют с Акбарсом. Еще через два дня, 15 октября, «Адмирал» встретится с «Ладой» в Тольятти. Уже который год в Владивостоке спортсмены-инвалиды испытывают на себе те виды спорта, которые, казалось бы, им не по силам. Баскетбол, бильярд, теннис, желание принимать участие в этих играх затмевают ту самую ограниченность в возможностях. Но существуют и такие спортивные дисциплины, которые буквально созданы для таких людей. Например, игра «Бочи». Краевые соревнования по этому виду спорта принял Владивосток. Почему эта игра считается сегодня таким доступным занятием, смотрите в следующем материале. Разнообразие видов спорта, которыми сегодня могут и хотят заниматься люди с ограниченными возможностями, ошеломляет. Они бегают, не имея ног, плавают, не имея рук. Приморские спортсмены с самыми различными заболеваниями и повреждениями сегодня с особым энтузиазмом играют в бочи. Краевой чемпионат по этому необычному виду спорта в этот раз принимал Владивосток. Это такой вид спорта, которым могут заниматься люди с самыми тяжелыми проблемами со здоровьем. Это люди с переломами шейного отдела позвоночника, тяжелой формой ДЦП, с ампутацией нижних конечностей. Это то, что на самом деле физически не тяжело, не трудно, но оно развивает координацию движения, навыки определенные, которые помогают в дальнейшей жизни таким людям. Бочи выглядит замысловато, однако играется довольно просто. Этот вид спорта похож на керлинг. Задача здесь – как можно точнее бросить свой мячик, чтобы он оказался самым близким к белому – контрольному шару. Бочи – официальный паралимпийский вид спорта. Им, конечно, занимаются и обычные люди, однако особой популярностью он обзавелся у людей с ограниченными возможностями. Во Владивостоке эта игра культивируется последние несколько лет. В 2013 году в Приморской столице прошел первый краевой чемпионат среди инвалидов. У наших бочиистов, как их принято называть, есть даже опыт выступления на чемпионате России, однако особенных заслуг оттуда приморцы еще не привозили. Но сами говорят, что это не главное. Куда важнее польза от такого, казалось бы, неподвижного вида спорта. Конечно, слабоваты еще у нас навыки, не такие большие, но, тем не менее, опыт ребята приобрели. И, конечно, отставать не нужно от наших западных коллег, нужно тоже продвигаться. И вот эти соревнования, они как раз помогают ребятам быть более серьезными, относиться к этому виду спорта с профессиональной стороны. Ограничений для участников, тем более в паралимпийской дисциплине, нет никаких. Это, например, Светлана. Занимается уже долгое время и танцами на коляске, и теннисом, и бильярдом. В бочи тоже опыт немаленький, однако дается эта игра Светлане нелегко. Есть цель подойти к своему мячу, а чужой выбить подальше. То есть, с такими пальцами, как бы, очень тяжелый мячик в руках, да, брать, держать. Ну, ничего, достигли много уже побед. Победители этого турнира – это уже потенциально сборная Приморья. Команда лучших вскоре сможет снова попробовать свои силы на чемпионате России и привести первые в истории медали во Владивосток. Анастасия Крикун, Максим Яковлев, Кирилл Корнилов. Новости спорта на Восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях в Владивостоке. Сталкивается и автомобилист, и пешеход. Владивосток занял среднее 66-е место из 117 городов в рейтинге качества дорог по России. Путешественники утверждают, в столице Приморья дороги вполне удовлетворительные. Медаль за тяжелое детство. Во Владивостоке награждают детей войны. Никаких льгот или дополнительных преференций награда не несет. Однако пожилые люди с удовольствием держат такие медали в руках. Кто-кто во Владивостоке живет. В городе подвели итоги рейда по мигрантам. Из 600 проверенных иностранных граждан 228 человек показать документы и регистрацию не смогли. Запутанная история Мурки. Во Владивостоке до сих пор ведутся разбирательства по делу кошки, не дождавшейся медпомощи в ветеринарной клинике. Кто сильнее в ботче? Приморцы с ограниченными возможностями провели турнир по Олимпийской игре. И подведем итоги зрительского голосования. Напомню, мы спросили телезрителей, а вы едите мясо? И сейчас самое время остановить голосование. Результаты онлайн-опроса уже на ваших экранах. О вкусах не спорят, особенно в семье. Здесь главное понимать, что в жизни важнее. Собственные убеждения или отношения к родному человеку. Есть что добавить? Пишите на страничках 8 канала во всех социальных сетях. Или звоните. Номер 249-88-12. И уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу. Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. И еще в продолжение дорожной темы, которую сегодня мы уже поднимали в нашем выпуске. Рейтинг качества дорог. В список от инспекции Общероссийского народного фронта попали 117 городов России. В первой пятерке населенные пункты с относительно качественными дорогами. Замыкают список города, где дорожные артерии оставляют желать лучшего и нуждаются в финансировании. Ролик, сделанный активистами, посмотрим без комментариев. На этом у меня все сразу после прогноз погоды. А с вами была я, Инна Щедрова. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин